ЮАР завершился саммит БРИКС, 22 страны подали свои заявки, их рассматривали. В общем-то, по итогу, 6 государств присоединятся к этой организации уже с 1 января следующего года. Получается, что усилится эта организация новыми силами с разных континентов. И вот на Западе напряглись очень сильные эксперты, лидеры общественных мнений, СМИ. Они выходят с такими заголовками, мол, о том, что западная гегемония наконец-то заканчивается. Что думаете вы? Я думаю, что западная гегемония пока не заканчивается, но это сильный шаг в этом направлении. И там не только СМИ, Алена, напряглись, и прочие эксперты, там политики самого высокого уровня напряглись. Есть о чем думать и есть над чем задуматься. Это очень сильный шаг к многополярному миру. Но, если вы помните, я когда-то выступал на ШОС и отмечал, что многие из прогрессивного человечества повернулись в сторону ШОС. И нам бы не опоздать. Нам надо подтянуть эти силы, чтобы сделать мощной эту организацию, чтобы появился этот центр силы. БРИКС. Но это не потому, что я сказал. Сделал этот шаг. Здорово. Это первый шаг. А дальше, глядишь, какие-то расчетные единицы, валюта появится. Они же этого боятся больше всего. Особенно американцы, которые верховодят. Они понимают, что завтра доллар отберут у них. Грубо говоря, появится новая валюта. И гегемония закончится. На дурницах в Беларуси говорят, жить уже не получится. Придется на эти доллары не просто печатать их круглые сутки, а их надо будет зарабатывать, как это делаем мы и весь мир. Поэтому в этом направлении шаги сделаны. Я человек радикальный в этом плане. Всегда говорю, надо, чтобы были шаги более решительные. Но в то же время начинаю думать, что, может быть, в силу разных подходов, мнений и прочее, и не получится сделать более радикальные шаги. Но главное не остановиться. Надо двигаться в этом направлении. И хорошо, что Китай и индусы же не против были, хоть их там обхаживают американцы. Они в этом направлении подвинулись. Это почти половина населения. Не зря Нарендра Моди сказал, что в ближайшее время это будет экономика номер один по своему развитию. Да, так и будет. Она уже в этом году демонстрирует высокие темпы, уже подтянулась к Китаю. Так что хотелось бы, чтобы появился вот этот центр альтернативный. Чтобы многополярность эта появилась, за которую мы ратуем уже сколько лет. Многополярность, многополярность. Некоторые раньше боялись этого говаривать. А я впервые сказал, это лет 20 с лишним тому назад в Китае, будучи. Нам нужен многополярный мир. Поднимите документы, посмотрите. И мир к этому движет, слава богу. Вот уже в понедельник наши западные соседи собираются обсуждать, возможно, и принимать решение по полному закрытию границ с Белоруссией. Как вы оцениваете эти шаги Польши, Литвы, Латвии? Кому это может навредить больше и зачем вообще нагнетать? Вот Литву, Латвию я не совсем понимаю. Хотя, скорее всего, вы правы, что они вот в этом тренде бегут впереди паровоза. Чтоб только не попали под него. Ну, хотят показать, выпендриться хотят. Ну, это же боком вылезет. А хотят они закрыть. Ну, пусть закрываются. Мы же все равно в Литву, Латвию не ездим. И через них тоже не работаем. Кому они хуже сделают? Они сделают хуже только себе. И своим людям. Они боятся, что люди к нам поехали. Это уже по 700 тысяч за это время без виза. Они же видят, как мы живем. Мы хотим жить на своей земле. Нам не надо ни польские земли, ни литовские, ни латышские. Ну, у них политический сегодня психоз. Накануне выборов, особенно в Польше. Вот они и будут нагнетать эту ситуацию. Ну, закроют. Ну, пусть закрывают. Сделают хуже только для себя. И так уже народ обмещал. Они, я вот говорил, зимой дрова от нас вывозили. Потому что буржуйку поставили, а топить нечем. И ради Бога мы будем им помогать. Надо будем бесплатно помогать, чтобы люди выдержали это. Ну, а мордуют своих людей. Ну, там не дураки. Там люди крепкие, закаленные, такие, как мы. Они скоро этих снесут руководители. Александр Григорьевич, я думаю, что вы согласитесь, невозможно сегодня не поговорить о событиях в Тверской области после, ну, вот пока вероятной гибели. Говоришь, как Российское информационное агентство. Тверской области. Ты имеешь в виду крушение самолета Жени Пригожина, да? Да, ну, там не только ведь Пригожина и Уткин. Это очень важно. И просто, ну, не только два этих человека, там, ну, несколько людей погибло. Но, тем не менее, после того, как это случилось, вот, некоторых сил в ваш адрес начали лететь упреки о том, что вы вот не спасли Пригожина, не гарантировали безопасность, чтобы вы... Ну, знаете, если уж прямо отвечать на этот вопрос, я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это, во-первых. Во-вторых, никогда об этом в таком ключе разговор не шел. А в-третьих, запомните, по безопасности, мы дважды подходили к этому вопросу. Первый раз, когда я ему звонил, и шли переговоры вот эти, когда они маршем шли на Москву, я ему говорю, Жень, ну, ты понимаешь, ты погубишь людей и сам погибнешь. Ну, в пылу этот человек только с фронта. А, черт с ним, погибну и так далее. Я ему говорю, Жень, ну, я сейчас тебе вышлю в Вировку и кусок мыла. Не-не-не, я так не хочу. Я героем погибну. Вот первый забор шел. Второй раз, когда он приезжал ко мне, я его категорически, он с Димой Уткиным был, я категорически их обоих предупредил. Ребята, смотрите. Дело не в том, что сейчас это на Путина все вешают, а это власть, это Путин и прочее. Вы знаете, я не могу сказать, кто это сделал. Я не стану адвокатом даже у своего старшего брата и прочее. Но я знаю Путина. Это расчетливый, очень спокойный и даже медлительный человек, принимая решения по другим, менее сложным вопросам. Поэтому я не могу представить, что это сделал Путин. Что вот это виноват Путин. Слушайте, слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло. Это не похоже на Путина. Но, что бы там ни случилось, как бы ни случилось, все равно это свалят на Путина. Ну, у нас система власти, что в Беларуси, что в России такая. Случилось какая-то пак, и кто виноват? Лукашенко виноват, зачем долго искать? Точно так и на него. Ну, я говорю, это грубая, такая мерзкая, ненормальная работа. И я далек от того, чтобы думать, что это сделал Путин. Кому-то он поручил, власть это сделала. Давайте дождемся окончательных результатов. Хотя для меня это абсолютно понятно. Мы поддерживаем контакт с семьей Женей Пригожиной. Они убеждены, и вчера нам сказали, что тут сомнений никаких нет. Женя погиб. Что касается безопасности, никогда так разговор не шел. Было поставлено два вопроса во время переговора. Первое, это уголовные дела, которые возбудили по поручению того же Путина в России в те времена, два месяца назад, в отношении вагнеровцам. Я ему ответил, это вопрос решаемый. Хоть это не мой вопрос, не мое дело, но я знал, что мы с Путиным этот вопрос решаемым. Второе было по выводу их в Беларусь. Это я предложил, говорю, если вы чего-то боитесь, я буду разговаривать с президентом Путиным, мы вас выведем в Беларусь. Мы вам гарантируем в Беларуси полную безопасность. Вагнеровцам отдельно о Пригожине я говорю только в шутку. Вот когда мы рассуждали, шел разговор о безопасности. И надо отдать должное еще раз повторяю. Женя Пригожин никогда не просил меня отдельно уделить внимание вопросам безопасности. Я вам просто приведу еще один пример. Последний раз, когда мы летали в Эмираты, а потом в Зимбабве. Ко мне поступила очень серьезная информация с источнику, которая глубже не бывает о покушении на Евгения Пригожина. В течение двух часов я поручил, нашли посла России в Эмираты. Вызвали его ко мне, он приехал ко мне в гостиницу, мы с ним сели. Я от руки ему передал шифрограмму Кремль Путину и Бортникову о готовящемся покушении на Пригожина. Прошло несколько, я унес вопрос, Женя, а Владимир Владимирович себя предупредил? Да, он меня предупредил о готовящемся покушении. Так что, ну вот, когда я сталкивался с вопросами безопасности, в том числе, прежде всего, Пригожина. Ну, вы же понимаете, это же там пишут, а, Лукашенко не обеспечил безопасность. Ну, надо что-то писать. Ну, чтобы меня где-то там уколоть. Ну, не больше того. Ну, это же глупо. Вчера сказали, половина прочитавших сразу посмеялись, а оставшаяся половина через день подумали, ну, при чем Лукашенко? Как он мог в Африке, а Пригожин летел с Африки, обеспечить в Африке ему безопасность? А потом он с Москвы приземлился в Москве, там, какие-то вопросы, и полетел в Питер. Как я ему мог обеспечивать эту безопасность? Поэтому это вопросы не ко мне, тем более, такого разговора никогда не было обеспечено безопасности на чужой территории. Что касается здесь, ребят, все, что мы гарантировали, больше того, они вообще ко мне не имеют никаких претензий. Вчера председатель КГБ с ними связался, по моему поручению, и мы передали только один им месседж от меня, что все, о чем мы с Пригожиным договаривались, и Дима Уткин был, и другие командиры, мы это выполнили. Поэтому Вагнер жив, Вагнер жил, и Вагнер будет жить в Беларуси, как бы кому-то это ни хотелось. Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться Вагнер. И вот эти вот снимочки с космоса, что мы что-то демонтируем, почему мы лишние палатки убираем? Столько не надо этих палаток, столько не надо, поэтому лишние мы убрали. Это одна из основных волн фейков, что вот, посмотрите, снимки со спутника, раз убирают палатки, значит, куда-то они будут вагнеровцев девать из Беларуси. Нет, не девать. Мы выстроили систему, как будем работать. Ну, если уж очень откровенно, здесь остается ядро. Кто-то уехал в отпуск, кто-то вообще решил жить в стороне, но телефоны, адреса, пароли, явки в этом штабе, в этом ядре известны. В течение нескольких дней все будут здесь, до 10 тысяч человек. Сейчас нет необходимости их держать. Они готовятся, особенно физически должны быть подготовлены. Они будут сюда приезжать определенными партиями на подготовку. Но если Россия захочет отсюда брать людей на ротацию в Африку, пожалуйста, мы не против, пусть здесь находятся те люди. Россияне, если им нужны будут услуги, они оплачивают их. А мы им будем оплачивать те услуги, которые оказывают нам. И, кстати, они нам за все платят. И за палатку, и за воду, они за все платят. И потом, запомните, живут они в палатках, и мы там еще и казарму ремонтируем, приводим в порядок. Это было мое требование. Они в палатке не собирались жить. Они всегда жили и живут, и будут жить в землянках. Мы вот там, там, да пожалуйста, ребята, мы вам поможем выкопать, если вы это хотите. Но зачем? Можно цивилизованно жить, и они согласились. Но они привыкли по безопасности. Да, да. Ну, слушайте, Белоруссия, не Африка и не в Украине, где они были на фронте. Поэтому не вопрос. Мы помогаем, поддерживаем их. Потому что никуда они не бегут. Столько, сколько нам надо. И этому подразделению. Они будут здесь жить и работать. Своё обещание мы выполним. Условия они знают. Александр Горгиевич, очень серьезный такой бэгалант у этих парней. Да, они суровые бойцы, суровые воины. Понятно, и африканские. Это вам Гигин больше расскажет. Он их видел на фронте, и не только их. Это, конечно, люди войну прошли. Воюют до сих пор. В Африке, понятно, очень серьезные кейсы. Они там поработали капитально. Да, вот эти истории, которые там тоже известны. Золото, с нефтью, с газом. Ну, серьезные бойцы, скажите, вот этот момент вас не напрягает в них? Ну, что, золото, нефть? Нет, вот такая боевитость этих... Так а зачем нам другие? Которые будут... Других у нас хватает. Ну, есть ли люди, которые, знаете, там, вот взяли себе, как бы, сидим-ка на пороховой бочке теперь с этими товарищами? Ну, нет, я не сижу на пороховой бочке, я искренне вам говорю, нет такого настроения ни у кого. Тем более, я же смотрю за нашими военными. Ну, знаешь, как-то вот приехали, тут нас учат с удовольствием. Спецподразделения, силы специальных операций. Они с большим удовольствием впитывают все, что они говорят. Они не только их, меня убедили, что другая война. И мы к ней должны быть готовы. И они это нам все показывают. Отторжения нет, вот что меня удивило. Наши военные губы раскатали. Всякое может быть, поэтому берут, впитывают все. И я опасался, думаю, ну, знаете, читал же ваши эти и других журналистов, ваших коллег, писания. Это зеки, это такие, это всякие. Слушайте, такое мнение о них. И через дорогу бабушку переведут. В магазине, говорит, сдачу не берут там и прочее. Удивительные люди. Железная дисциплина. Вот те, кто сейчас у нас расквартированы, железная дисциплина. Ну, слушай, волков боятся в лес не ходить. Мы же их держим не ради удовольствия здесь, а ради пользы. Ну, и систему же выстроили так, чтобы все было под контролем. Не переживайте. За Вагнера не переживайте. Пусть переживают, кому надо переживать. Вы упоминали слова Моровецкого о том, что там беспригожина, Вагнер станет еще опаснее. Как вы относитесь к тому, что Беларусь, белорусская тематика, там, вагнеровцы, там, снова они пытаются с этим забором, который выстроили вдоль границы, тактическое ядерное оружие стало главной новостью в ходе польской политической борьбы. У них вот Беларусь сейчас на первых полосах. Или это местные политики так пытаются манипулировать общественным мнением? Или они действительно верят в какую-то угрозу, которая исходит? Уважают. Считаются. Население об этом говорит, приходится реагировать. Вы как политика это прекрасно понимаете. Люди говорят, куда денешься, надо реагировать. А что они сегодня скажут, что они изра стену построили? Поляки им, руководство Польши им не скажет. Что эта стена не помеха для мигрантов. Для меня тоже это удивительно. Ни одного мигранта, который решили пройти в Польшу через стену, стена не задержала. Весьма ответственно вам об этом говорю. Если мигранты хотят туда пройти, они проходят. Они сюда выкидывают просто. Не только трупы, а иногда и живых людей сюда выбрасывают и стараются не пустить. Слушайте, через сутки они там. Они не в Беларусь пришли. А если уже говорить о мигрантах, ну так ты любишь вот эту правильную тему. Напомни им. Ведь не мы же создали эту волну. Они же отказались с нами сотрудничать. Центры эти строить, финансировать и так далее. И против нас ввели санкции. Я тогда говорю, слушайте, что вы безумцы. Вы убили против меня санкции, я вас буду защищать от мигрантов. Ну так ловите их там. Меркель же их туда в свое время позвала. Они это помнят. Ну и другие причины. Мы абсолютно невиновны в том, что эта волна мигрантов пошла. Она была меньше через Беларусь, если бы не было войны в Украине. Они и там ходили в Европу, через Украину, когда не было этой войны. За большие деньги ходили через Украину. Сейчас не ходят. Сейчас осталось вот это окно. Мы с них мзду не берем. Но мы воевать за Европу и рвать на себе одежду не будем. Все здесь с той политикой, которую они проводят. Ну а что касается белорусской тематики в Польше, поляки должны понимать. Причина только одна. Им надо внешний какой-то враг. Беларусь, Россия. Вот это враг. Надо объяснить народу, почему эту стену построили. Это же на референдум вынесли вопрос. И не вынесли строить или не строить. А будем сносить или не будем. Ну слушайте, умные. Я считал, что там у власти умные люди. Ну такой вопрос внести на референдум. Ну это идиотизм полный. Они что, поляков за идиотов считают? Сразу же поляки оценили. Этот поступок. Поэтому им надо сегодня эта тема. Почему надо? Потому что на устах у поляков Беларусь, Беларусь, Беларусь. Почему мы вляпались, поляки, туда? Почему это нет? Почему того нет? И топливо дорогое, и это. А у белорусов нет. Они же сравнивают. Поэтому нас надо опустить. Они на этом коне белорусском хотят вскочить в парламент там и победить. Не получится. Полякам мы все объясняем и объясним. В ближайшее время еще увеличим эти разговоры на польскую тему. Мы будем им говорить правду. Да и поляки видят сами что-то. Если позволите, у меня еще маленькое уточнение по Вагнерам. В день, когда упал самолет, очень быстро тоже опять про фейки. Начали писать, что в Беларусь чуть ли не прилетел самолет военно-транспортный. Видимо, там за Вагнерами все их куда-то заберут и увезут. Вагнеровцы, или Вагнеровцы сами, или то, что с Россией согласовано было точно, они попросили у нас пролет на наши аэродромы, чтобы забрать для ротации бойцов в Африку, я думаю, в Африку, и забрать какое-то обмундирование, оборудование и так далее. Пожалуйста, садитесь, забирайте. Это мною было обещано, мы гарантировали. Это первое. Второе. Никаких игр самолетов никаких не было. Поэтому вранье, врут. Но запрос такой был. Пришел он нам 21-го часа. Если уже о фейках первого времени, сразу после событий, до сих пор разгоняется тема в соцсетях о том, что причастность Кремля к этой катастрофе, вы уже отчасти коснулись этой темы, но ведь кто-то для чего-то это делает, раскручивает именно этот кейс. Ну, знаете, одни раскручивают, а другие непрофессионально оправдываются. Особенно россияне и так далее. Ну, вы видите, украинскую позицию, запада и так далее. Я ничего не опровергаю. Я не знаю, я на месте крушения самолета не был. Единственное, я начинаю думать, а там ракета сбила, взрыв на борту. Ну, знаете, ну, что такое сбила ракета? Это же только главнокомандующий может дать команду ВКС, военно-космическим силам, командующему что-то сделать. Так? Он даст команду какому-то конкретному подразделению. А тот даст команду расчету конкретному. Ты понимаешь, сколько людей задействовано? Ну, какой идиот это будет делать? Хотя я и это не отрицаю. Черт его знает. Может, какие-то там умалишенные решили это. Но не верю. Но то, что хвост оторвался, там уже точно подтверждено. Значит, скорее всего, был взрыв на борту. Кто это осуществил, я лично не знаю. Но я сказал, что я, зная Путина, насколько он щепетильный, насколько он осторожный, аккуратный, что он будет этим заниматься, я в это не верю. Ну, и потом для главы государства такого. Это безумие. Это безумие. Он не безумец. Я далек от того, чтобы его делать белым и пушистым. У нас работа такая гадкая. Поэтому я не делаю его белым и пушистым, но знаю, что все будет свалено на него. Ну, так оно и получается. В основном Запад там начал орать, подпевать им начали другие, что вот Путин там зловредный, злопамятный и так далее. Знаете, как бы ни было, что бы ни происходило, время покажет. Пройдет время, мы все это узнаем. Это скрыть в современное время невозможно. Но то, что это произошло, это гнусно. Для меня это неприемлемо. Еще и с той точки зрения, знаете, все мы мужики. Война есть война. Но в чем виноваты трое пилотов? В чем виновата девчушка, эта стюардесса, которая там была? Я это не понимаю и неприемлю. Вот это я знаю на сегодня точно. Это недопустимо. Притом, а зачем? Все устаканилось, все нормально. Он сотрудничал, Женя, с властями. Он встречался с Путиным. Они обсудили вопросы. Он сказал им, как он будет действовать, что будет завтра, послезавтра и так далее. Они ушли, понимая ситуацию. Со мной встречались, я им тоже разложился по полочкам. Они захотели остаться в Беларуси. Пожалуйста, давайте выработаем систему, юридические договоры там и так далее, и так далее. Оружие, боеприпасы сдать туда. Все. Сложили, сдали. У них пистолетов даже не было. Я уже потом говорю, ребята, ну вы офицерам разрешите, командирам разрешите пистолеты иметь. Всякое же может быть. Нет, 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 все. Мы верим. Беларусь все сложили в кушу. Тяжелой техники у них не было. Поэтому все, о чем договорились они с Путиным, и со мной договорились, мы свято выполняем. Александр Георгиевич, в продолжении темы отношений с Западом. В Беларуси 1 сентября стартует учение ОДКБ. Кроме желания отработать вопросы коллективной безопасности, Западу нужно рассматривать это как какой-то особый сигнал. Если да, то какой? Да нет, я, честно говоря, даже в детали не уникал этих учений. Но в нынешней ситуации, чтобы не нагнетать обстановку и ситуацию, там нет такой боевой составляющей. Там будут небольшие подразделения некоторых стран ОДКБ, которые будут отрабатывать в основном штабные вопросы и тактику, и стратегию на будущее. Поэтому все они знают, мы же их заранее предупредили, но будут использовать. Вот там Путин с Лукашенко, опять в Беларуси чего-то замыслили и чуть ли не готовят наступление на ту же несчастную Польшу. Ничего подобного. Никакого наступления мы отрабатываем. Обычные вопросы, которые были давно спланированы. Поэтому и вам, и тем более им, переживать за это не надо. Продолжение следует...